Всем привет, друзья! Мы пришли погулять в торговый дом фестиваль. Посмотрим, что здесь есть. Разъединились с нашей большой компанией и смотрим различные распродажи. Сейчас мы уже второй этаж, первый, второй, сколько этажей? Пять, по-моему. На самом последнем этаже находится Худ-Сити. Ресторанчики всякие, там довольно-таки вкусно кормят тоже и цены небольшие. А здесь такой большой, он считается одним из больших самых тоже центров в Паттайе. Различные одежды тут, обувь, бренды. Так, поднимемся сразу повыше, наверное, да? Ну, пойдем здесь, пойдем здесь, потом повыше. Сейчас заходили в магазин на Армании. О, людей там куча. Все рассматривают. Ну, понятно, на любителя. Ну, и цены там, конечно, на наш взгляд, достаточно высоки. Ну, Худ-Богу стоит, допустим, 3000 бат, да, женская? Самая обычная. Ну, не самая обычная, понятно, что она фирменная. Ну, 3000 умножаем на 2-6 тысяч. Ну, так, конечно, она и стоит, на самом деле. А здесь это отдел часов. Будешь ее рассматривать часы? Ну, давай, встретимся тогда. Вообще, торговый центр фестиваля удобен тем, что люди вот все там вдали, накупались, все пообедали, поужинали. И теперь запросто пошли, пошли гулять сюда. Очень богатый ассортимент. Тут можно найти все. Ну, так же, как и в любом нашем московском центре. Ну, интересно же, походить, ну, не просто там сидеть возле бассейна, а что-то новое для себя увидеть. Вот мы сейчас хотим зайти в магазин женской одежды. Смотреть какие интересные вещи. Ну, видим, купим. Так, сейчас это мы поднялись на четвертый этаж. Это магазин с детской одеждой. Зайдем на минутку? Дальше что? Последний этаж это игровая комната, получается, там, выше. А вот это зона как раз-таки еды. Поехали туда, на нижний этаж. Сент-Праун, ну, пойдем посмотрим. Там, по-моему, были в том году там. Может, там интересно. Не, мне кажется, это бытовая химия. Ну, там интересно, смотри. А наверху всякие вот эти автоматы детские, развлекаловки, машинки, игровые комнаты. Тоже классно. Пусть туда детей приходят. А, ну, здесь вся техника, смотри, утюги, вот это все. Ну, да, посмотрим, какие примерно цены. О, это платформа такая. Дай-ка я попробую. Ну, остановись. Это жир убирает. Ты так вот стоишь. Тяжело? Ну, тут все растрясает. Я хотела встать на эту платформу и снять, ничего не получается. Ну, такая вещь. Вот, чтобы не заниматься, это для ленивых, короче, домой поставил, сидишь и занимаешься. А, здесь различные массажные кресла. Вот такие. Помнишь, мы улетали в дьюти-фри? Ой, не в дьюти-фри, а в пас-приорти. Такие различные. Вот можно съесть. Кстати, а здесь вот подняла себе массаж. Ноги туда, но ноги можно не делать туда. Просто. Ну как, прикольно? Да. Ну да. Хочу показать вам цены. Канасоник. Тут, видите, не одни мы так делаем. Это блендеры. Цены все в батах. Бат примерно умножаем на 2. Классно? Пошли посмотрим. Основная техника какая, и что-нибудь покажем. Зачем? А на этой рукоятке, наверное, чтобы удобно нести было. Но не дешевый, смотри. Тут прайс, вот, видишь. Начиная с 74 900. И, в общем, до 173 тысячи бат. Ну это, наверное, кожа, да, чистая, как ты думаешь? Ну да. То же самое. Здесь тоже кресло. Зависит от размера. А, для ног, да, это штучка? То есть он, получается, как спальное место, не раскладывается. Вот так только сидишь и все. Были бы в самолете такие, хотя бы такие удобные сидения? Молодец, Юра, пошли дальше. Ну тут посуда различная, всякие стаканчики. Это особо мне не очень интересно. Какие красивые. Ничего не красивые. Не нравятся. А тебе не нравится? Не знаю, обычные, мне кажется. Вам не кажется, что они красивые? 255 бат. 255 бат, это 600 рублей. 500 рублей, да, вот такая супница. Посмотри, какая красивая. Сколько стоит? 55 бат. 110 рублей. Проходим дальше. Я цены не вижу. Симпатичные. Угу. 240 бат. 240 бат. Вот эта чашечка. 240 бат. Чуть на тарелку не попала. Это красиво. Идем дальше. Странно, а вот чайничков нету. Вот такой только белый. Она такая нежная посуда. А вот чайник заварной есть только такой. Но такой-то она не годится. Смотри, какая красивая. Тебе обязательно надо вытащить оттуда. Да, сколько стоит? 4500 бат. Это, наверное, кто производитель, не написано? Япония. Мады и джапон. Да, она смотрится действительно красиво. 4500, то есть на наши деньги это 9000 стоит. Да. Круто. Какая цена, не могу понять. Непонятно. Мужчина. Мужчина. Там чуть-чуть 15% скидки написано. Нам японская очень понравилась посуда. Ну, тут довольно-таки можно встретить красивое постельное белье. Кровать, полотенце. Ну, цены тут, скажем так, не очень дешевые. Сколько такое интересное? Полотенце стоит 275. Ну, недорого. 500 рублей. Может на 2, да. 500 рублей. А дальше сумки кожаные. Все вместе с этой переплетается. И кровати, и кожаные сумки, и кошельки, и чемоданы. Сколько вот, допустим, сумочка стоит? Вот. Вот, допустим, вот такая. Кожа чистая. 3850 бат. Ну, это мужская мама. 3850. Умножаем на 2. Кровати. Сувениры. Кровати. Красно. Цветы. Вот, чемодан наш стоит. Сколько, интересно, стоит. 3295. 6 тысяч. Дорого, наверное. Наверное, дорого. Как они любят вот это все. Коны позолоченные, да? Да, и вот. Смотри, какие домики всякие. А это для духов у них, да, вот это все, наверное? Почему они? Нет, просто сувениры. Кактусы. А это для чего такие? Просто как вазочка. Посмотри, какой интересный. Блобус. Позолоченный какой-то есть. Вот эти для чего? Это как вот для пожертвования, что такие. Шкатулки. А, это для этой. Для бумаги, наверное. Для салфеток. Сколько фен, интересно, стоит? 695. Ну, так же дешевый. Ну, такой неплохой, да, магазинчик погулять? Блдом и купить. Прикупить. Так, выше мы подниматься не будем. Давай спускаться ниже. Помимо магазинчиков, тут еще висят вот такие вот посередине распродажи сали. 299. У меня просто такая ерунда полная. 260. Какие-то брюнки, юбки. Супер сали. 80%. Очень много русских туристов. Это полноспортивные магазины. Хочешь посмотреть? Нет. Нет. Пойдем дальше. Адидас. Ну, в связи с тем, что сейчас, когда рубль был один к одному, тогда было, конечно, выгодно покупать. А сейчас, мне кажется, одинаковые получаются цены, что у нас, что у них. А это, наверное, похоже на Назару. 1150. Такие кофточки. Везде распродажи висят. 850 бат. Такая розовая. Сейчас ее допустим. Вот такая. Сейчас ее, секундочку. 1390 бат. Тут надо, конечно, ходить, смотреть нежный, какой цвет. Красивый. 1795 бат. Спенсерс еще зайдем. Вот такие сарафаны. Очень симпатичные, на мой взгляд. Тут что-то написано. Написано. Цены я не вижу. А, вот. Вот такой вот сарафан. Примерно 2395 бат. Есть, конечно, вещи очень симпатичные. Ну, а цену, не знаю, смотрите сами. Вот это вот стоит. Не написано. 1590 бат. Ну, 3000. Симпатичные кофточки. Вот такие футболки. 790 бат. Вот такие. Эксс. Размерки, конечно, совсем маленькие. 1590 бат. И... Ну, то есть, походить в фестивале. Выбор есть. Я считаю, что... 1590 бат. В общем, такие. Такая вот веселенькая. Я люблю такие. 1690 бат. Распродажа здесь какая-то. 1095 бат. Вот такие кофточки. Размеры. 795. Вот такие цены. Ну, решили мы еще спуститься сейчас. Макс Пенсерс посмотреть. Ничего себе. 4193. Маечка. Пойдем там что-нибудь посмотрим. Бесконечное количество всяких украшений. Всяких безделушек, браслетов. Масла. Те, какие хочешь, пожалуйста. Тут же и бутылочки продаются. Часы. Ну, все. Спускаемся еще этажом ниже, да? Давай. А это получается нулевой, да, этаж? Да. Вот интересно, сколько здесь такие пластыря стоят? Здесь тоже распродажа. Все по 200 бат, по 150 бат. Видишь, какие-то кофточки. Тайки маленькие. Конечно, легко себя выбрать. Вот эти все вещи по 250 бат. А еще ниже нет? Нет, нет, я только жала. Вот такие платьица. Ну, вот такие платьи, получается... Да, прошли за 600 рублей. Покупатели на все найдутся. Ребуха с продажа. Я, честно, не знаю, какого-то качества все. Размеры тут стоят. А? Сломки по 300 бат. Бонеза 1 дача на экспрессе. В общем, завершили мы обзор по торговому дому фестивалю. Ну, вот так погулять, побродить можно. Ну, кому что нужно тут купить. Мы так просто погуляли, посмотрели.